Друзья, и снова здравствуйте! Мы сейчас находимся в нашем садовом центре Гринвиль и хотели бы сегодня провести небольшой обзор по гортензиям метельчатым, которые у нас представлены в наличии в нашем садовом центре. Была поставка вот таких вот огромных кустов гортензии, нескольких сортов, видов и как раз таки по ним мы сегодня коротко пройдемся, посмотрим, посмотрите цветение и по ценам, тоже сориентируем вас. Мы находимся по адресу город Новосибирск, Северный проезд 9, приезжайте к нам в садовый центр, у нас сейчас большое количество акций, распродаж действует, действующая распродажа сезонная, скоро начинается до 50% скидки, большой ассортимент растений от декоративно цветущих до декоративно листных, хвойных деревьев и кустарников и так далее. Очень большой ассортимент и приятные цены. Ну что ж, давайте мы начнем как раз таки нашу экскурсию по гортензии. Я стою рядом вот с таким огромным кустом, здесь у нас сорт фантом, это уже взрослое растение, посмотрите какие у нее огромные шапки соцветий, ванильного оттенка. Фантом это одна из самых популярных гортензий, один из самых востребованных сортов средних садоводов, считается он практически входит в 105 самых востребованных именно сортов. Куст образуется до 2 метров высотой, это самозастаточное растение, довольно-таки очень крепкое, мощное, до 2 метров в диаметре может куст образовываться. И цветет он большим количеством соцветий, которые достигают длины 25-30 сантиметров. Интересная и примечательная особенность, как у всех метельчатых гортензий, это изменение окраса в течение сезона. Гортензии метельчатые у нас начинают цвести в июле месяце, где-то середина июля, и практически до самых заморозков они радуют своим цветением. При этом всегда изменяется у них окраска в какую-то сторону необычную, может быть, даже зависит от условий обитания. И поддом изменяет свою окраску постепенно от таких ванильных оттенков до нежно-розовых, могут быть какие-то лиловые просветы, появляться лимонные. То есть там очень интересно наблюдать именно вот это вот видоизменение самого куста и как он будет преобразовываться в дальнейшем. Ну и под осень уходит уже, под зиму вернее, уходит уже такими большими коричневыми шапками и в зимнее время тоже может украшать вкус. Если вы не занимаетесь обрезкой, например, осенью, не срезаете вот эти вот соцветия, предпочитаете оставить их на кусте. Тоже декоративность сохраняется в зимнее время. Ну-то для зимних букетов срезают, например, такие шапки. Они тоже могут остаться в первозданном таком виде, засохнуть и очень эффектно смотреться украшать интерьер. Гортензия у нас, именно вот этот сорт, обладает тонким медовым ароматом. Вокруг нее всегда много бабочек, всяких шмелей, мух. Она привлекает всех насекомых к себе. Вот сейчас состоит даже такой вот приятный, очень медовый аромат. Практически будет на весь сад. Тут у такого крупного куста будет на весь сад у вас аромат. У нас сейчас они находятся вот в таких вот специально транспортировочных мешках. Это не горшок. Здесь куст аккуратно транспортируется именно в таких мешках. Корневая система полностью остается сохраненной, поэтому приживаемость у такого куста будет практически 100%. Не бойтесь приобретать вот такие крупные растения. Не нужно ждать несколько лет до момента того, как у вас из маленького череночка вырастет такой вот шикарный куст. Приобретать можно уже вот такие крупные растения. Аккуратно методом перевалки. Подготовленную посадочную яму. Вы пересаживаете и ничего у вас не повредится. Растение не будет абсолютно страдать. Тем более сейчас у нас аплодис месяц. Уже жары такой явные нет. Ночи прохладные. И поэтому с поливом тоже никаких проблем не возникнет. Но зато какой красотой мы будем радоваться долгое время. Так, за мной следом дальше идут вот такая вот тоже популярная гортензия. Это сорт Вимс Ред. Ее отличительная особенность то, что она сначала цветет белыми цветками. У нее вот такие вот рыхлые соцветия, но тоже они довольно крупные. Тоже до 25-30 сантиметров вырастают в длину. И она может внезапно во время цветения поменять оттенок с белого на красный. Вот так вот редко. Как вот сейчас у нее происходит. Она так резко изменяется. И в конце сезона уже перед зимовкой она ярко насыщенного красного оттенка. У нее практически 90% цветков это стерильные цветки, которые вот именно для привлечения насекомых служат. Такие вот красивые крупные ботальковые цветки. И само по себе куст образовательно невысокий, компактный. До полутора метров вырастает. Это аккуратненький такой кустик для небольших, например, садов. И ярко красные у нее черенки образуются. Сорт тоже очень интересный сам по себе. В нашем условиях гортензи метельчатые прекрасно зимуют. Не бойтесь приобретать их. С мульчированием корневой системы. Слоем торфа, опада, опилок и так далее. Она только отблагодарит в последнее время. И прекрасно перезимует. Даже не укрывая их на зиму, особенно вот такие взрослые растения. Конечно, первый год после посадки желательно накрыть, чтобы она адаптировалась. А впоследствии можно даже этим делом не хлопотать по этому поводу. И себя не озадачивать. Стоимость вот таких вот пакетов транспортировочных гортензи 3 990 рублей. Предыдущий у нас сорт Пантом тоже 3 990 рублей. Объем, вот сейчас скажу по горшкам, чтобы вы ориентировались, 40 сантиметров. Это крупная корневая система, довольно-таки крупный куст. Так, вот они у нас еще вимсреды. Так, здесь у нас сорт Даймонд Рушт Редди. Это сорт также признан одним из самых популярных. Довольно-таки новый сорт в селекции гортензии. Красный бриллиант по-другому еще переводится. Не относится к разряду высокорослых. Максимальная высота у него где-то до полутора метров может вырастать. Можно давать, если обрезку делать, метр двадцать формировать и до полутора метров максимум. Куст сам по себе тоже компактный, как компактный формируется. Он не разваливается после дождей. И, опять же, особенность ее это вот такие вот ярко-красные цветки, особенно под конец сезона. По большей степени стерильные, мотыльковые. Причем на одном кусте вот можете же за месяц начинать изменяться окраска. И вот такая вот разноцветность проявляется. Очень интересное растение. Тоже такой стойкий медовый аромат от нее исходит. Большое количество насекомых она привлекает. И обязательно обрезка для нее требуется. Вообще для всех гортензий желательно обрезка. Потому что, если не обрезать гортензию, не санитарную обрезку не делать, например, слабые побеги не вырезать. И декоративную какую-то обрезку не делать, то со временем мельчают побеги. Они становятся более тонкими, хрупкими. И они уже не могут выдерживать вес вот этих шапок соцветия. А шапки-то у нас тут образуются довольно-таки приличные. То есть вес у шапок сам по себе крупный. Если этот сорт красный бриллиант у нас рыхлая получается соцветия, розеточка такая не сильно плотная, то у некоторых предыдущих, например, фантом, там очень плотная шапка из цветков. Она тяжелая. Поэтому обязательно обрезка, чтобы стебли формировались плотные и толстенькие у нас. Ну и лишнее загущение тоже для куста не очень хорошо, потому что идет недостаток питания для стеблей основных цветущих. Поэтому, естественно, много тонких, длинных побегов, которые не могут удержать цветки. Соцветия мельчает, и мы не получим того первозданного вида, за счет которых мы и купили наше растение. Еще одна гортензия. Так, она у нас только начинает свести, формировать бутоны. Это у нас сорт Sunday Fries. 3 990 рублей. Ванильные, кремовые также оттенки. Плотная, конусовидная у нас метелка формируется. Здесь она именно похожа на конус, на рожок мороженого. Тоже популярный сорт, довольно-таки компактный, до огромных размеров не вырастает. Сама по себе она такая аккуратненькая, мелколистная. Побеги не выдает сильно длинные. Куст не разваливается. Довольно-таки упругие побеги формируются, устойчивые к дождям, даже к ветру. Она хорошо встает и не подается вот этим негативным условиям. И под конец сезона она тоже становится таких ванильных оттенков. Немножко розоватый, красноватый оттенок добавляется. И тоже ценится за счет вот этого. Ну, за счет компактности своей красоты. И соцветия у нее 20-25 сантиметров образуются. Тоже приятный сорт, довольно-таки непохотливый. И хорошо растет в наших условиях. Из гортензий, представленных в наличии, у нас два варианта по размерам, по диаметрам. Вы предыдущие показывали, которые были в огромных транспортировочных пешках. 40 сантиметров в диаметре корневая система. И здесь у нас поменьше представлены несколько сортов гортензий. Но пышности они не наступают практически. Такие же огромные кусты с шапками соцветиями. Так, я стою рядом с сортом Diamond True Sherendia. То, что я предыдущие рассказывала, красный бриллиант это у нас. Можете посмотреть даже, какие огромные шапочки у нас тут образуются. Если в предыдущем варианте были более рыхлые соцветиями, здесь они более-таки плотненькие, компактные. Но они не образуют плотный конус именно этот сорт. Стоимость вот такого кустика 2290 рублей. Здесь у нас объем идет горшка 8 литров. Диаметр самого горшка 23 сантиметра. То есть довольно-таки крупная. Ну, конечно, они помоложе, не так сильно сформированные. Здесь где-то 2-3 летние, 2-летние даже растения. Вообще, гортензия у нас зацветает, если вы берете с маленького, например, размера, через 3-4 года. И первый год-два лучше жертвовать с цветами, чтобы само по себе растение набрало силу потом в дальнейшем для роста. Корневая система заформилась. Ну, это как обычно с теми цветущими растениями. Гортензия в этом плане, да, она вот такая. Лучше ее немножко дать ей для роста, развития некоторое время, чем сразу уже первый год заставлять ее цвести. Цветение – это трата очень большое количество энергии для любого растения. Ну, мы уже тут предоставляем варианты прекрасные для того, чтобы не ждать нам несколько лет, а вот уже наслаждаться вот такими красотками, вот такими шикарными шапками гортензии. Она впоследствии, кстати, будет еще изменять цвет. Так, сейчас я нахожусь рядом с сортом Silver Dollar. Здесь у нее также присутствует вот такая вот конусовидная шапка. 30 сантиметров достигает сама по себе длина вот этой шапочки соцветия гортензии. Плотная, образуется кустик. Сам по себе этот сорт тоже высокорослый, считается до 2 метров высотой вырастает. И видоизменяется само по себе цвет соцветия в основном в белых, желтоватых оттенках. То есть он не станет розоватым каким-то, может приобрести там тонкие какие-то намеки на розовость. Но в основном это от фисташкового оттенка идет до белоснежных, ванильных, кремовых и так далее. Тоже пользуется популярностью довольно-таки этот сорт. Вот сорт там по себе очень смотрится самодостаточный, элегантный такой сорт. У него побеги очень высокие и аккуратные. И вот за счет вот этих вот огромных шапок, несмотря на это, тоже он не разваливается от дождя. Потом постепенно он сохраняет форму. 2290 рублей за кустик. Вот даже можно посмотреть, какой он большой сорт. Где-то сантиметров 80 высота у них. Так, здесь у нас сорт Polar Beer. Полярная медведица. Сорт считается тоже компактный, не сильно рослый. До полутора метров у нас вырастает. Но это чемпион среди гортензии по длине соцветий. 40 сантиметров может достигать именно у этого сорта метелка нашей с цветами. То есть в среди гортензии такого нигде не встречается. Вот именно вот этот сорт славится вот этим своим, своей особенностью. Цвета тоже в пределах белых, желтоватых оттенков, кремовых, ванильных. Может приобретать легкий розовый оттенок в конце цветения. Также у нас цветение начинается где-то в середине июля. И до самой осени, практически до октября, она цветет, изменяет свою окраску и уходит в зиму. Вот такими вот соцветиями, если вы их не обрезаете, как зимний букет или как украшение сада в зиму, тоже прекрасно будет смотреться. Ну вот особенность этого растения, именно запомните, что огромные шапки до 40 сантиметров. Так, здесь, так, вот тоже она, да, Болларбир, тоже у нее розоватые такие оттенки. Конус плотный, здесь практически всю поверхность занимают фертильные цветки. Они, кстати, тоже способны к опылению. Медовый аромат источает, приятный. 2290 рублей пустик. Здесь вот тоже она, Болларбир. И стоимость этого горшочка 2380 растений. Здесь требуется опора за счет тяжести своих побегов. После дождя она немножко наклонилась. Ну тоже вот они фисташковых оттенков, потом они будут белоснежно такие приобретать, ванильные оттенки. Еще один сорт гортензии, это Magical Candle, или Волшебная свеча, еще в переводе называют ее. Очень интересный сорт, компактной гортензии. До полутора метров она у нас вырастает в саду. И отличается она тем, что начинает свое цветение от зеленовато-фисташковых оттенков, потом становятся они немножко такого лимонного окраса, потом чуть-чуть розовеют. И в конце сезона, в октябре уже месяца, в сентябре, в октябре становятся малиновыми. Очень плотный конус, который по форме напоминает свечу. Ну, наверное, все практически метельские гортензии напоминают свечу. Но вот этот именно сорт за счет своих таких стройных побегов, именно которые вертикально практически направлены. И они обрамлены вот этим конусом из соцветий, напоминают красивые волшебные свечи. Стоимость вот такой гортензии 2290 рублей. Так, дальше. Еще один сорт интересный. Это фрайсмельба. Также считается одним из популярных сортов среди садоводов. Тоже множество наград оно на различных выставках завоевало. Сорт сам по себе тоже невысокий вырастает, компактный довольно-таки. И отличается очень вытянутой, удлиненной таким вот соцветием. Тоже может до 30 сантиметров вырастать. И вот уже можно здесь посмотреть, как видоизменяется окраска цветка. Вот здесь вот еще молодые цветочки, они такие фисташковые по цвету. И уже более зрелые цветки становятся, приобретают красноватый оттенок. Соцветия само по себе не рыхлая, но не сильно, но и не сильно плотная. То есть она такая аккуратная, удлиненная. Веточка само по себе, конус. Тоже в основном состоит из стерильных цветков. Под конец сезона становятся такими слегка коричневатыми или бордовыми оттенками. Здесь тоже такой интересный сорт. Вот цвет, лайм, фисташка или что-то с красноватыми оттенками. Тоже очень эффектно будет смотреться именно в зиму, если уйдет. Пусть как бы будет декоративным и зимой, в зимнее время. Так, здесь у нас тоже фрайс мельба. И стоимость ее 2080 рублей. Красивые оттенки. Еще один сорт Вимс Ред. Предыдущий мы показывали более крупный вариант. Опять же наша красная, краснеющая гортензия, внезапно краснеющая. Причем у нее даже может измениться лист под осенью. Он может тоже стать таким красноватым оттенком. И она будет гореть. Красный эффектный куст будет прям гореть в саду. 1966 рублей. Вот уже начинает пигмент проявляться. И вот так вот она себя проявляет. Сандэй фрайс тоже в предыдущем варианте мы более крупный смотрели. Куст. Здесь вот она еще совсем молоденькая. Молоденькая двухлетнее растение. 2380 рублей. Тоже у нее красноватые оттенки появляются под конец сезона. И она будет с такими нежными, розоватыми, насыщенными оттенками. Давайте сюда, на эту сторону перейдем. Здесь у нас тоже один из самых любимых сортов. Это ванильное мороженое. Еще по-другому называют его. Очень интересный сорт. Компактный. Тоже не вырастает слишком большим. Полтора метра. Это вот самый такой предел для нее. Может чуть-чуть побольше вырастет. И особенность ее это соцветия по цвету похожие на ванильное мороженое. То есть у нее верхушка всегда у конуса, у краешек у соцветия, он всегда остается белым. А вот вся нижняя часть, она становится насыщенного розового, такого неонового оттенка. И за счет этого куст как будто подсвечивается. Очень красиво смотрится, очень эффектно в саду. Обязательно стоит приобрести это растение. Она великолепно смотрится в саду. Куст у нее как фейерверк. Он разваливается так немножко в сторону. Но при этом сама по себе форма не нарушается. А именно она аккуратным таким букетом растет. И вот за счет вот этих своих соцветий двухцветных смотрится просто невообразимо. Там не описать словами. Плюс у нее еще тонкий аромат медовый исходит. И под конец сезона, где-то в зиму, она уходит уже такими коричневатыми соцветиями. Можно, кстати, тоже ее для зимних букетов составлять, использовать. Пожалуйста, срезать. И очень долго она будет радоваться своим внешним видом. Стоимость у нас ванилы фрайс 2290 рублей. Великолепные такие вот огромные соцветия. Вот тоже можно посмотреть, какой размер соцветий. Здесь уже где-то сантиметр 25 точно есть. Но у нее максимальная длина соцветия это 25-30 сантиметров. По тяжести после дождя немножко они наклоняются, но потом они впоследствии восстанавливаются. Так, вот здесь у нас целый ряд. Огромные шапочки. Ну что ж, друзья, в завершении мы хотели бы показать вам хризантему. Королеву осени, как еще по-другому называют, которую у нас сейчас есть в наличии. Их осталось совсем немножко. Но ее обделить вниманием мы тоже никак не могли. Потому что настоящим украшением будет данное растение служить у нас в саду. Поднялся ветер небольшой. И вот такие вот кусты разноцветные. Здесь у нас белоснежные. Вот такая вот красивая желтовато-оранжевая оттенка кустики. Стоимостью 780 рублей могут стать очень эффектным украшением. Особенно в осеннее время для вашего сада. Хризантема китайская у нас прекрасно зимует в наших условиях. Нужно обязательно только отмульчировать корневую систему. Даже без укрытия. Сейчас высаживать ее можно и нужно. Даже потому что у них оптимальность сроки посадки это август и начало осени. Она прекрасно адаптируется в это время. И на следующий год будет точно таким же пышным кустом. Посмотрите как у нее сформирована шапка. Это естественная форма роста. Даже без обрезки она будет сформировать вот такой вот пышный красивый кустик. Усыпанный такими цветками. Цветки не крупные. Это мультифлорка. Но их очень много. Цветет она очень долго. Можно даже срезать их. И использовать в качестве букетов. Стоят они тоже очень долго. До двух недель спокойно могут простоять в вазе. Сорт очень нетребовательный к условиям питания. Главное, чтобы было место не сильно заволоченное. Чтобы оно хорошо просыхало. Потому что не любят хризантемы излишней влажности. И хорошо освещенное место. Достаточно будет садовой нашей земли. Можно добавить немножко биогонуса. Какой-то органики и так далее. Перегноя. И вот в таком вот виде она будет радовать нас в конце лета. В начале осени. Практически до самых заморозков. Даже понижение температур не будет никак на ней сказываться. Она не теряет свой первозданный вид при низких температурах. То есть это растение не до первых заморозков. Будет она цвести до таких крепких морозов уже. И впоследствии уходит у нас в землю. На следующий год прекрасно будет вырастать. Обязательно присмотритесь к этому варианту. Если у вас еще нет такой подарочный вариант. Тоже для любителей, для садоводов. Для наших любимых и близких. Тоже может рассматриваться как идея для букета. Ну или например, можно даже вот к первому сентября подарить преподавателю, учителю и так далее. Праздники у нас сейчас уже приближаются. Можно как вариант ее рассматривать. Еще раз напомню, 780 рублей вот за такой вот пышный костик. Ну и что ж, мы на этом с вами заканчиваем наш видеообзор. Мы сегодня посмотрели гортензии, какие у нас есть в наличии. И становились на хризантемах. У нас еще большой ассортимент представленных в садовом центре растений. Много акций, много растений по распродаже. Потому что близится у нас сезонный посадочный. Можно сейчас высаживать абсолютно все и нужно. И ждем вас обязательно в гости к нам. Приезжайте к нам в наш садовый центр. Можете выбрать по душе все, что угодно для вас. Если хотите оформить доставку, это тоже услуга доступна. Если вдруг вы транспортируете крупные растения, не самостоятельно никак не сможете. Все доставим в лучшем и нужном виде. На этом благодарим вас за внимание. Обязательно смотрите нас в наших следующих обзорах. И желаем вам всего самого наилучшего. Спасибо. 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 Спасибо.